всех приветствую на своем канале андрей тв спасибо что смотрите меня если не трудно поставь лайк подпишись на канал будет очень приятно будет еще много видео и мне какой-то стимул набрать своих единомышленников сегодня видос у нас будет про телефон samsung ноут 20 ультра который мы приобрели буквально недавно даже месяца еще нету покупку совершила моя супруга приобрела себе вот такой телефон сейчас я покажу его как он выглядит сколько он стоит какие там примерно есть вкратце функции которые я вот узнал за первое время и вообще свое мнение расскажу об телефоне вот короче сам телефон вот идет такой вот коробочки samsung ноут 20 ультра здесь нарисован у него карандаш ручка не знаю как он там правильно называется он находится в самом телефоне в нижней части слева его можно вытащить нажатием но я сейчас покажу и использовать его как для работы для интерфейса на телефоне можно им управлять без нажатия пальца работать и он имеет еще кнопку которая активирует пока я узнал это фотографировать может делать сэлфи не так как вы его можете установить там и как раньше там ставили таймер без этой без этого карандаша сейчас можно установить его этот телефон держать его этот карандаш в руке и нажимать и делать такие образом сэлфи так сейчас я вам покажу его распакую как шел какой комплектация так давайте начну сразу зарядки зарядка здесь чуть-чуть изменена не такая как в предыдущих самсунгах параметры здесь вроде все такие остались 3 ампера 5 вольт и так далее а вот форма вот такая вот окружность округлая не квадратная форму изменил samsung еще такое глобальное изменение это разъем самой голове для подзарядки здесь разъем точно такой как в телефоне вот этот тачскрин не у нее избе уже тачскрин провод идет комплекте из двух сторон тачскрин все вот два разъема либо этим либо этим не ошибешься то есть сюда подключается любым разъемом и этим телефон и заряжается по зарядке батарея телефон делаешь держит нормально не знаю новый может нормально когда уже долго попользуюсь как он себя будет проявлять не знаю так в коробке у нас здесь идет руку неудобно вот такая вот коробочка здесь находится еще вот такой вот отсек здесь всякие брошюрки инструкция эта брошюрка чехла как правильно устанавливают видите он здесь вот тут находится этот карандаш нельзя его устанавливать чехол ну логично при открытом этом карандаше не вставленном заподлицо две брошюрки именно уже краткое руководство по телефону еще здесь какая-то гарантийная как эта брошюрка кстати никаких гарантийных документов видео где мы приобрели нам не предоставил такая маркировка на телефоне объем доступна пользовательской памяти зависит от объема предоставлено программное обеспечение вот просто взяли оплатили и выдали нам и все и мы ушли вот так таким образом сейчас происходит покупка никаких там не оформления документов никаких печати подписи ничего просто запечатанную коробку тебе дают и ты идешь с ней дальше коробки идет вот такие пленочки были наклеены на сам телефон это было на лицевой части и там еще на задней части такая вот здесь коробочка идет дальше было здесь так идут в комплекте всем известная уже сотрудничает с ними бренд samsung это наушники а кг ничего плохого не могу про них сказать сколько у меня было самсунгах они везде там идут это очень качественные неубиваемые наушники офигенный звук они выдают короче насчет наушников ребята можно не сомневаться в этих наушниках можно и даже вот так вот просто купить себе без телефона это вечные наушники потом идут вот такие вот переходники на уши меньше больше силиконовая какая-то просто коробочка пустого за стояла но ключ для извлечения сим-карты и карты памяти ну либо там сможем установить еще по моему карту памяти дополнительно либо две симки такая картонка так ну и собственно сам телефон вот он этот красавчик довольно внимание не маленького размера не очень прямо тонкий вот такая вот модель мы взяли вот такого цвета перламутрового белого вот такая здесь камери щи у него тройная одна из самых лучших сейчас на рынке камер вот так вот стеклянная не знаю как там функции я не знаю как эти там линзы называются правильно там какая-то удаленная приближенная вот такая у него камера вот так она выступает если вот телефон так удержать сбоку вот такие серебристые у него края закругленные они здесь ровные фронтальная камера передняя так дальше приобрели мы сразу пленку наклеили в магазине как всегда кто покупает кто знал но телефон тот знает то что покупка происходит не запланировано и ты не успеваешь эти пленки заказать на алиэкспресс и как бы пока будешь ждать то будет царапина на телефоне и приходится конечно переплачивать и там покупать эту пленку тысячи рублей по моему она стоит предложили два варианта пленок одна глянцевая то есть прозрачная и и вообще бы не было бы заметно но они бы оставались отпечатки пальцев и которую мы выбрали это матовая на ней не остаются отпечатки пальцев разводов ничего на ней не остается вот такая она есть но для меня она показалось уже не нравится мне не очень то есть она искажает чуть-чуть вот вид может видите вот все равно такого при переливы но видно заметные короче глазом для меня даже если включить вот видите вот она видно что она матовая глянцевая не видно было бы прозрачная как стекло но все разводы бы были здесь то есть у глянцевый плюс ее не видно у матовый плюс чуть-чуть видно но не видно отпечатков пальцев никаких разводов наклеили нам не доходя до краев здесь вот покажу чтобы чехол не задирал и пленку тоже правильно и здесь вот не до конца короче не доходя до краю везде два-три миллиметра чтобы пленку никак не касалась чехла и она не задирал края потом фишка этого телефона отличие других это у него встроено здесь нажимаем нажатием можно вытащить вот такое вот приспособление как ручка карандаш кому как удобно называть на самом деле здесь чуть-чуть она как тот прорезиненная и здесь вот такая вот кнопка на самом деле всех функций этого устройства карандаша я не знаю но она огромна то есть тут можно с помощью этого карандаша делать много всяких фишек например который я знаю фишки ну это например там рисовать да это вот одно из фишек потом соответственно сейчас мы все вообще полностью можно отказаться от так ведем здесь пин-код можно отказаться полностью от нажатия пальцев полностью пользоваться вот с помощью вот этого устройства все происходит вот таким вот образом то есть можно работать таким образом на этом телефоне с помощью этого устройства карандаша я его так называю так не знаю как он там называется еще одна фишка которую я знаю это фоткать можно раньше устанавливать телефон там где-то если мы захотели сделать фото и некому сфотографировать где-то установишь телефон там и включаешь секундомер таймер чтобы отойти успеть и сфотографироваться здесь можно фоткаться с помощью этого устройства то есть фронтальная камера вот он я покажу вам и нажатием ну то есть мы отошли и нажатием мы все сфотографировали таким образом я уже вот фоткал тут один раз пробовал камера крутая как я уже сказал одна из самых лучших на рынке вот конкурент apple apple of sky камеры последний вот это вообще здесь очень много всяких фишек по поводу разных настроек режимах фотографий видео большая куча здесь всего например там есть такая офигенная фотография до конца еще не разобрались вот вот такая вот тут есть тут можно такие вот фотки делать крутые то есть на заднем плане все это как бы искажается и выделяется твою портретное фото про можно сказать профессиональный фотоаппарат тебя в руке можно снимать фильм кстати кто-то там я слышал на айфонах снял фильм полнометражный прям ну и на этом тоже можно снять фильм вот такая вот короче здесь крутейшая камера памяти здесь 256 гигабайт тот понимает что памяти здесь много я даже не знаю если в других моделях меньше или больше памяти даже не помню но мы короче хотели 256 потому что мы работаем в интернете там туда-сюда нам память нужно много фотографий везде фотографируйся в видео снимаешь и так далее так вставляем этот карандаш к обратно вот так вот он легко вставляется в телефон назад и вот так вот он выглядит что еще сказать про телефон ну не маленький он не легкие не тяжелый обычный профессиональный уже как бы телефон на котором можно работать и творить чудеса в интернете интерфейс обычно андроидовский самсунговский ничьи каких изменений но есть тут фишки по заставкам например там когда его заряжаешь там все переливается очень такой экран насыщенный батарею держит хорошо как я же сказал поначалу может через год не знаю как он все поведет прокомментирую вот здесь пленочка тоже проклеена еще не отклеили мы чтобы защищать края вот дальше купили мы сразу чехол оригинальный самсунговский здесь такой вот он плотно пластмассовый что ли да такую пластмассовый по краям он мягкий вот такой вот он полностью защищает чехол нормально и здесь вот такая вот подставочка откидывается то есть можно так вставляем телефон как показано у нас на картинке сначала вверх потом вниз вот так получается все защищено то есть если мы так положим ничего не будут касаться вот эти бортики они выпуклые и защищают телефон и вот эта камера которая выпуклая она тоже заходит полностью под чехол заподлицо даже еще чуть ниже может миллиметрик 2 то есть вот так телефон положили они будут доставать стеклом до поверхности захотели посмотреть счету так поставили все смотрим очень удобный чехол прозрачные были там полно полноцветным взяли прозрачное что естественный цвет телефона был виден так в принципе вот и все теперь цена телефон этот обошелся сам телефон со всеми скидками не заговорил и начали видео про цену он обошелся 80000 рублей и чехол обошелся тысячи по 2 и наклеить пленку 1000 вот такая вот ценовая политика этой трубы кстати недавно были в магазине уже вышел новый телефон samsung но не ноут а galaxy с 21 стоит там порядка 110 тысяч уже чуть-чуть там изменил но не он такой же размером форма там чуть-чуть изменены углы и камера там типа другая уже какая-то там чуть-чуть лучше чем-то я думаю не намного она прямо там лучше ну короче есть уже какой-то другой только вышел другая модель телефона такие вот дела в пациент по ценнику ну самсунге отславились своей ценой мы платим за бренд самсунг мы женой любим самсунге всегда у нас телефона samsung стараемся и поддерживать эту марку samsung и цена на них не падает например там максимум упадет на 5000 и все и она будет стоять потому что это samsung ребята цена сильно не падает единственное можно где-то взять там по скидке какой-то вот вам видео у меня телефон samsung с 10 е и как-нибудь может тоже сделаю обзор и вот если на него снимаю вот я его взял конечно интересно было он стоил 60 его взял за 40 была там такая акция там сдай там другую вещь по утилизации этом сдал там старые наушники и не нужно вообще можно принести за утюг старый там лишь бы лишь бы что-то сдать и короче вот так у меня скидос был на тит на телефон и взял себе и очень доволен взял его из-за размера мы покажу сниму обзор по этот телефон взял его за размера потому что маленький удобно носить его в карманах и вообще него прикол такой телефон а у жены был перед этим телефон с 10 плюс samsung мы его взяли тоже по скидосу жесткому то есть закрывал в торговом центре закрывался магазине помню как назывался технопарк техносила что и мы его взяли по жесткому скидосу то есть мне позвонили сказали там закрывается магазин и все распродают минус 50 чуть ли не 80 процентов и мы приезжаем этот телефон стоил 60 допустим мы взяли его за 30 короче 50 процентов дата там людей было сметали все короче мы его забрали вообще и последний вообще там поносили всю дороге дело там жесть что было в этом магазине я считаю снимал youtube я показал вам если конечно был бы канал ну в принципе все первый раз я делаю обзор телефона никогда это не делал так что не судите строго получилось не получилось как получилось спасибо всем за просмотр спасибо что посмотрели ставьте лайки подписывайтесь будет очень приятно во первых для развития канала и для аудитории буду стараться делать видео все как я уже сказал канал у меня про все делаю но именно этот канал про все там другие видео заведу про свою работу бизнес и так далее а так все всем спасибо за просмотр всего доброго всем удачи пока